Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжим наши беседы. Мы в прошлый раз остановились на начале правления Ивана Третьего. Немножко маленькое пару слов по поводу того, что было в прошлый раз сказано. Мы как-то так посвятили, помните, подчинению Казани. Возникновение нового центра влияния. Ну да, да, да. И то, что Иван Васильевич Третий подчинил Казань, но не довел дело до конца, не поставив своего наместника, Касимовского царевича Данияра. Вы еще сказали, что там ума не хватило. Ну, я вот почему вернулся, ну, Иван Третий, это, конечно, государственный ум. Там не ума не хватило. Там началась замятня с Новгорода. Он бедный аж до того, что на этих государственных делах его инсульт хватил. Да, но в конце концерта. Ну, нет, я не говорю о том смысле, что он был глупый. Да, да, глупый. 468-й год замятня в Новгороде. Там взяла власть антимосковская партия Марфы Борецкой. Помните, так? Которые пытались конкретно отложиться в сторону Литвы. Конкретно. Ну, я не думаю в сторону Литвы. Это было, знаете, такое сепаратистское движение, вообще собственное основать. Конечно. Используя Литву на тот момент. Используя Литву и Москву послать подальше. И вот это вот, конечно, заставило Ивана Третьего смирнуть эти казанские дела побыстрее. Заняться своими проблемами. Мир и заняться Новгородом. Вот что же происходило у нас в церковной среде в те времена? После Феодосия на престол восходит первый митрополит Филипп Первый. Да, это вот не тот Филипп, которого потом Иван Грозный приглушил Николычев, а митрополит Филипп Первый. Дело в том, что его, даже мы не знаем его дату рождения, не знаем его младенческих годов. Видимо, еще все эти татарские набеги из сжигания бесконечной Москвы привели к тому, что кое-какие летописи не сохранились. И нам известно доподлинно, что уже в 1455 году он был суздальским епископом. В дальнейшем, в 1559 году он принимал участие в соборе в избрании митрополита Ионы и в его хератонии, ну то есть в русском расколе, связанном с византийской смутой Иунией. То есть в начале автокефального движения. Ну это не автокефальное движение, это может красиво. Любой раскол можно, вот сейчас, например, митрополит Филарет на Украине вымудрил свой киевский патриархат. Это тоже можно назвать началом автокефального движения. Между прочим, он ехидно так и заявляет. Да, он ехидно всегда заявляет. Ему говорят, вот раскольник, он говорит, русский раскол через 100 лет назвали автокефалией. Ну мы подождем 100 лет, посмотрим, что будут через 100 лет после, будут говорить. Да, мнения меняются. Говорят обычно, что правда это та ложь, которая выгодна на данный момент. Это часто выдается за правду. В 1465 году он участвовал в хератоне уже митрополита Феодосия. А уже по смерти Феодосии сам назвал его преемником. И как-то так получилось, что это было в согласовании с князем. И особого противодействия никакого не получило. И уже как только Феодосий скончался, Филипп был возведен на митрополитчук кафедру. Тем более не надо было ездить ни в какие Киевы, ни в какие Константинополи. Это уже такая необходимость не была нужна. Значит, интересная вещь в том, что сам Феодосий был очень человеком грамотным. И очень любил заниматься внутренним церковным благочестием. Тем более, что будучи помощником Иоанну Третьему, и находясь в нем в особом государственном таком симбиозе, известны его особые моменты как раз в борьбе с Новгородом. И особенно в тот момент, когда второй раз Иоанн Третий женился, после смерти Марии Борисовны женился на Софии Поляйлох. И выбор этот весь, это было с долгим согласованием. Единственное, кто был против, это был митрополит Филипп, но в конце концов они его тоже на эту тему уговорили. Здесь очень интересен этот момент, поскольку это именно момент как бы некого такого создания московского царства. Это начало 1470-х годов. 1470-е годы. Да, вот, например, 1470-й год, уже будучи митрополитом, он пишет два письма. Первое письмо он пишет в Новгород, вот как раз по поводу Марии Тимрюковны и попыток этой самой, ну, новгородской, всей новгородской истории. Он в 1470-м... Смотри, Фильмрюковна, это совсем другое. Нет, в 1470-м году он пишет новгородцам письмо, в котором уговаривает их быть верными Иоанну Третьему. Избегать всех... По поводу Марфы Посадницы, наверное. Ну, может быть, Марфы Посадницы, да. Он пишет по поводу... вопрос задает по поводу того, что угодно ли Богу разделение российских земель. И проблема главная, выставляется его проблема в том, чтобы сохранить верность, новгородскую верность Ивану Третьему. Он с этим письмом и обращается к новгородцам. Но и более. В этот же год он пишет новгородцам следующее письмо. Дело в том, что для того, чтобы оторваться от Москвы, многие новгородские посадницы и новгородские политические партии начали поглядывать на Литву не только в точке зрения государственной, но и с точки зрения духовной, интересуясь латинством. И вот это заигрывание с унией, заигрывание с латинством, оно и вызвало вот это послание, которое пишет митрополит Филипп, для того, чтобы, порицая новгородцев и говоря, что ни к чему хорошему заигрывание с римским папой, заигрывание с латинством, ни к чему хорошему не приведет. Ну, мы видим, по сути дела, самую такую здравомыслящую государственническую позицию, за желающую сохранить Новгород и борьбу с латинством. Можно одно слово? В это время новгородцы ставят своего епископа, не согласовав с Москвой, а согласовав с Киевской митрополией. Почему так все произошло? Мы уже обращались с вами много раз внимания на то, что получилась, была целая история, еще Фотий, помните, упразднил литовскую митрополию, умудрился упразднить, был митрополитом Волынским, Галецким, Киевским, Московским, все это было связано воедино. Но теперь в связи с политическими разными центрами начинается возникновение, появляется литовский митрополит, но по сути дело, их было и литовский отдельно митрополит, и киевский, которому подчинялась Литва. Потом еще был даже западнорусский митрополит, которому подчинялись западные славянские земли. И митрополит Московский никак не мог в этот момент претендовать на какое-то главенство. Почему? Потому что он не согласовывался с константинопольским патриархом. То есть это был такой самозванец в некоторой степени, который не мог решать с точки зрения Литвы, тем более, или с точки зрения Киева, не мог никаким образом решать все православные вопросы на всех славянских землях. Это был такой московский ставленник, который в Москве себе сидел и москвевские проблемы решал. Но старинные традиции сохранились. Константинополь рухнул. И вот это сумятицей воспользовался Новгород, для того, чтобы они часто избирали своих. Тут нельзя сказать, опять же, что новгородцы в чем-то виноваты. Новгородцы ни в чем не виноваты. Дело в том, что было древнее новгородское право, по которому они сами избирали себе епископа, которого посылали на утверждение в Константинополь, минуя киевского митрополита. И минуя, тем более, московского, который вообще схизматик, самозванец и раскольник. Поэтому придираться к новгородским митрополитам здесь совершенно не к чему. И тем более, что они не были митрополитами, архиепископами были новгородские. И вот это посылать было не к кому, потому что Константинополь рухнул. Боялись. Патриархи бегали то в Болгарию, то в Молдавию константинопольские. То ходили с протянутой рукой, попрошая милостыню и прочее, и все остальное. Но получилось так, что Новгород воспользовался этим политическим моментом. Раз в Москве можно поставить митрополита самостоятельно, почему нельзя Новгороду поставить своего митрополита? То есть, своего архиепископа. Ну и вот ставленник этот епископ новгородский. По сути дела, это было не просто сам епископ, а сама политическая партийная обстановка была связана с этим архиереем. Этот отдельный епископ подразумевался как особый центр власти. Потом от Литва, Новгород, Москва, как бы Новгород хотел свою, такую своеобразную государственность. Начать свою своеобразную государственность, вольницу даже больше, чем то, что было там в 12-13 веке. Вся эта история привела к тому, что надававший им по мордам Василий Иван Третий, да, это отец потом будущий, это уже... Да, я все время перейдил, имена частенько бывает, что хочу в мысль связать с будущим управлением и добавляю имя следующего правителя. Получается так, что Иван Третий вынужден был задуматься, как ему, какими способами, какими методами создать такую идеологию, которую бы признали новгородцы. Не просто надавать по мордам, одно дело, надавали по мордам, да? Нужно было найти такие моменты, чтобы потом, помирившись, жить по-братски. То есть должно быть какое-то единение нравственное, идеологическое, финансовое, политическое, общее. Иначе бесконечно... Ну, хорошо, залечит он свои раны, опять вылезет из Яма, возьмет оглоблю и где-то в самый такой опасный момент сзади даст оглобли по башке, уверенный в своей... Вспоминая старые обиды, уверенный в своей правдивости, своей справедливости. И вот именно в этот момент никто иной, как Папа Павел Второй начал очень хитрую, с подачи кардинала Виссариона, очень хитрую политику, очень хитрую игру, которая принесла и много плюсов, и много минусов российской истории. Именно Папа выступил инициатором женитьбы Ивана Третьего. Именно вот в этот момент, наблюдая за Новгородом и всем остальным, он понимал, что Иван ищет это дело. И идеология Византии была, как нельзя, самый наилучший вариант. И вот выплывает вот эта царевна, царевна цареградская, царевна Софья Фаминишна, которая должна стать особым таким преемственным звеном между Византией и Россией. Дело в том, что даже потом и сам герб палеологов, именно не герб самой Византийской империи, а герб палеологов императорской семьи стал гербом Российской Федерации, когда уже царство действительно сформировалось. И она стала бабушкой Ивана Грозного. Тем более, что многие были там всякие сплетни, кто там кого от Глинской, от какой любовника родил. Но в 29-м году, когда был разрушен Вознесенский собор, в котором была похоронена в Кремле Софья, проверили конструкцию. Одна рожа с Иваном Грозным. Бабка, внук, одно лицо. И потом еще там царевны последствующие. И губы, и нос прямо как копия. Она внесла кровь вот эту греческую. И такую сильную гречанскую вот эту кровь она внесла в Рюриковские, вот это вот влило в Рюриковское семейство, что потом еще через несколько поколений нос и губы повторяются. То есть она прямо как ее отштамповали. Генетическая наследственность сохранилась. И вот папа ведет хитрую политику. И первое дело, что папа сделал. Дело в том, что к этому времени все это семейство палеологов приняло унию. И по сути дела даже католичество. И для того, чтобы Иоанна не напугать, единственное все, что было хорошо, но то, что она приняла католичество, скрыли, назвав ее православную царевну. Ну, что ж, переговоры продолжались три года. 69-го по 72-й год. Продолжались переговоры, которые, ну, как бы тоже была такая система сдержек и противовесов. Был против, вот как раз, митрополит Филипп. Но мама Иоанна поддержала выбор сына. И, между прочим, я думаю, все-таки это было правильно сделано. И хотя, ну, с большим таким трудными размышлениями, но София прибыла в пределы российские. И великая княжеская летопись Иоанновская свидетельствует о том, что венчан был с нею, вот, в Успенском соборе, торжественном. Но львовская летопись и псковская летопись говорит, что митрополит заупрямился и только присутствовал на венчании. А венчать поставил какого-то протопопа. Вполне вероятно. Кстати, точно так же произошла коронация Наполеона. Наполеон потребовал папу Юлия приехать, короновать его в Париж. Папа вынужден был из Венеона приехать, иначе ему бы там вообще задавили его. Но Наполеон не хотел, чтобы папа возлагал на него корону и сам ее выхватил у папы из рук и сам себе ее на голову. На картине нарисовали, что папа благословляет Наполеона, типа, вот, императора. Да, да, на тебе только успокойся, он тебе корона, будь доволен. Точно так же вот в некоторой степени и здесь митрополит сбоку благословил, а венчал там какой-то местный протопол. Ну, ничего, от этого благодати не уменьшится. Брак оказался счастливым. В общей сумме она народила ему пять сыновей и четырех дочерей. Вот, что свидетельствует, что если бы не было любви, то вряд ли бы это было бы возможно. Кроме того, если бы это было не их дети, то явно это привело бы к дракам, скандалам, разборкам, ссылкам в монастырь на хлеб на воду и, возможно, даже и к смертной казни, как поступили с доктором Леоном, одним товарищем, о котором мы сейчас еще упомянем. Значит, ну и что, значит, не любили ее, Софью сразу, приехавшую. Многие воспринимали ее как конкурента, тем более она была наглая. Вот, сохранилась вышитая ею пелена 1498 года в Троице Сергею Лавре хранится, на которой, представляете, она была уже 26 лет замужем, а на пелене написала Софья царевна Константинопольская. Не княгиня Московская, а царевна Константинопольская, ибо она, видно, это выше ценила свое императорское звание, чем московское княжение. И не любили ее еще по другой причине, потому что она любила якшаться с многими европейскими туристами, которые много о ней ставили воспоминаний. Кстати, вот в 73-м или 74-м году был византийский посол, которого она очень хорошо принимала, и который даже о ней написал там книгу, что она его приняла очень благообразно, с любовью, с почетом и с вниманием. Многие смеялись над нею из этих послов. Один писание сохранилось одно, что приехав в Москву, я увидел сидящую на возвышении на кресле накрашенную куклу, намазанную маслом и укрытую шестью кусками ткани, которыми можно было бы явно накрыть купол собора Святой Марии. Поэтому, говорит, с тех пор мне в снах иногда снится этой тряпке и эта встреча снится мне даже до сегодняшнего война. А посол византийский, не византийский, это венецианский, венецианский посол. Уже, ну, конечно, когда он был там в Москве, он кланялся ей, целовал ручку и расхвалял, да, а потом уже приехал домой, смеялся над ней. Можно, да? Да, конечно. Я ставлю для понимания, какие в то время как раз сложились партии противостояния при дворе. Уж если на то речь пошла, это была вот как раз вот партия Софьи Палялок, которая нарождала очень много детей, и партия Ивана Ивановича Молодого. Да, дело в том, что с 1977 года он уже назывался соправителем Ивана Третьим, великим князем. И даже, вот что и примечательный факт еще, он был назначен, уже назначен тверским князем. Нет, 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 батюшка, прошу прощения, это 1985 год, когда... Нет, нет, позже, это я не говорю, да, я не говорю. Я просто к чему это хотел упомянуть, к тому, что Иван уже назначал князей, то есть князья были не лествичным правом, не наследственным, а на вот эти удельные княжества уже можно было назначить. Назначал своей властью, да, его старший сын, он был первичей, первичей помощи, он был полководец великолепный, он, и его огромное было заслуга в стоянии на Угре, и в захвате Новгорода, и так далее, и так далее, это был сильнейший князь. Значит, вот его женушка Елена Волошанка. Да, в 1485 году Дмитрий женился на Елене Волошанской, это дочь Стефана, Стефана Великого, володаря Молдавского, Молдавский Стефан Великий, да. Те, Дракульные, Дракульные, да, 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 Трансильвания. Ну, такая, по-видимому, змеюка была еще та. Ну, змеюка была та, потому что с теткой, с Софьей, она своей свекровью сразу стала на ножах. Ну, естественно, потому что у Софьи пятеро сыновей, а тут наследник, первый сын Марии Борисовны, она, конечно, никоим образом его не хотела. Ну, что еще можно упомянуть о Софье? Софья была очень хитрая. Она вместе со своими придворными сформировала легенду, хитрую легенду. Это была, видно, ее борьба за своего старшего сына Василия, вот того самого, который будет потом государем московским. Она что сделала? В одной из путешествий своих, в Троитосергию Лавру, она заявила, что ей явился преподобный Сергий и вложил в ее чрево плод мужеско-полу. То есть, прям вот в нее оформил. И она родила своего первого старшего сына вот таким удивительным, чудесным, божественным видением. Это для чего было нужно? Для того, чтобы показать, что это вот просто сын, а это Божий, Богом данный сын и наследник. И в дальнейшем все вот эти мелочи хитрые, они сыграли огромную роль. В этот момент Софья очень шатко имела положение при дворе. Почему? По каким причинам? Первое, ее брат Андрей вынужден был покинуть Москву в связи с разными неприятными такими финансовыми делами и взяточничеством. Ему пришлось уехать. Ну, с миром тихо уехать. А вот с племянницей ее, Марией, произошла очень пренеприятная история. Она была, как бы, Софья пыталась устроить жизнь своих родственников, естественно. И она устроила ее брак с князем Василием. И для того, чтобы как-то этому придать вес, она умудрилась из царского хранилища Софья. То ли он подарил ей Василий, это его Иван, то ли она, его сама взяла, украшение Марии Борисовны Первой, жены Иоанна Третьего. А это было очень дорогостоящее, с драгоценными камнями и драгостоящими жемчугами. Какое-то такое венчание, то есть, наверное, что такое на голову или на плечи, но очень большое и красивое. И она вот этой своей племяннице в тихушку на свадьбу подарила эту вещь. А тут женился Иоанн Иоаннович. И царю вспомнилось это, и он приказал из хранилища принести это украшение, чтобы Волшанской подарить. А где эти наши подвески? Да, а где наши подвески? Во, точно, вернемся к тайнам парижского двора. Да, кардинал Ришелье. И тут, блин, кардинал Ришелье. Значит, и вспомнили, что там есть это украшение. А когда туда, а там ничего нет. И, в общем, ночью тайно и князь, и царевна бежали, их предупредила София, потому что Иоанн дал задание изловить. И это бы кончилось весьма, весьма, видимо, плачевно. И они бежали в Литву. И вот это бегство в Литву... Д'Артаньяна не нашлось. Д'Артаньяна не нашлось, и Портоса Арамиса не было. И произошло... Очень сильно он, князь, сильно обиделся на Софию. И не просто обиделся, а как бы стал подозревать всю эту ее партию в неблагонадежности. Брат сбежал, племянница с мужем в Литве, украдено эти украшения. В общем, целая-целая эпопея. И вот в этот момент очень сильную власть берет дочка Стефана и со своим супругом, то есть первым сыном Ивана Третьего. Должен сказать вам, что и Иоанн Иоаннович молодой, и его супруга сделали ход конем в сторону церковной иерархии. Задобрив множество подарков и митрополита, и самых таких знаменитых игуменов, в то время мы потом увидим с вами игумен Серапион Троицкий, и Новгородский епископ, и Рязанский. В общем, все, не будем сейчас все это прямо... Там каждый получил призрядную долю. Они сформировали Иоанну Иоанновичу огромную церковную поддержку. То есть прямо в ответ Софья придумала вот это видение Сергия Радонежского, который там ее сына ей организовал. А здесь была церковная поддержка Иоанновича. Она понимала, Елена Волшанская, понимала, что без этого быть не может. И формировалась церковная партия. И эта партия нашла себе поддержку как раз в сторонниках реформации церковной. В каком плане? Не в плане реформирования Мартина Лютера и прочих там всяких европейских деятелей. А как раз, между прочим, это 1480-е и 70-е годы. Это как раз Мартин Лютер. Как раз Биттенбергский собор и прочие известные события. И именно невозможно было найти поддержку себе в самых высших церковных кругах. Но потом мы увидим с вами, как тот же самый Нил Сорский поддерживает, Елену Волшанскую поддерживает Иоанна Иоанновича, Троицкие старцы поддерживают и прочее. То есть сформировалась партия, нуждалась политическая в духовной поддержке церковной. И мы увидим, какую важную роль это все сыграло. А сыграло оно такую роль. Что произошло? Произошло, что Иоанн Иоаннович набирал от года больше власти. Он был соправителем. И даже его имена. Некоторые документы сохранились. Где и Иоанн Третий, и Иоанн Иоаннович именуются самодержцами российскими. И великими государями. То есть это свидетельствует о полном. Он был полководец прекрасный и прочее, прочее, прочее. Свидетельствует о том, что Иоанн Третий уже планировал его себе преемником. Кстати, здесь тоже нужно упомянуть. В Византии точно так делалось. Был великий император и малый император. То есть заранее, чтобы не пришел к власти какой-нибудь пьяница и там неизвестно еще кто, подготавливался продолжатель политической линии, который должен был дальше идти в этом же русле, в этом же фарватере. Не перевернуть все с ног на голову, а строить, развалить здание. А достроить, довести дело до ума. И, естественно, это противостояние политических партий было на самой высокой, самой-самой такой звенящей ноте. И тут в дело вмешался его величество случай, исторический случай. Не будем мы говорить здесь опять о никаких промыслах божьих и волях божьих не будем. Иоанн Иоаннович молодой вдруг заболел подагрой. Жесткой подагрой сильно. Ну, мочевая кислота, обмен веществ, что поделаешь. Ну, тем более медицина была еще тогда. Что-то с ногами было. Подагра. Подагра. Самая настоящая подагра. Никакие свидетельства. И могила, что же, это же раскопано все в Кремле было. Когда Кремль разрушался, ну, советская власть занялась Кремлем, да, вскрывали эти гробницы. Какие-то соборы были вообще разрушены. Вот, например, это, перенесены из, возникли все, что были мощи. Там как раз Софья Палеолох лежала, была на, царапана Софья на гробнице у нее на мраморной плите. Перенесли в притвор другого собора. Также и Иоанн Иоаннович тоже. И у него кости, деформация костей на ногах говорит о подагре. То, что была жесткая, очень жесточайшая подагра была у него. Но тут дальнейший случай мешался. Софья, тонув хвостом, умудрилась как-то убедить, что она пригласит самого лучшего лекаря из Византии. И приехал некого-то маэстро Леон, то есть Лев, вот, Лев Маркович. Приехал из Византии. Иудей, по-моему. Да, он был еврей. Ну, я же говорю Лев Маркович, но сразу же понятно, откуда ветер дует. И он, значит, прям чуть не клятвенно пообещал. Не клятвенно сказал, отсечете мне голову. Да, 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 клятвенно пообещал Ивану Третьему вылечить Иоанна Иоанновича. И тот год лечил Ивана Ивановича в жестких муках. Иван Иванович умер. Ну, естественно, голову Леону Марковичу отрубили, казнили его. Он не обещал. Да, он не обещал. Как он пообещался, так ему и голову и отрубили. Ну, видимо, дело в том, что тот был действительно спец по лечению подагры. Но что-то еще, может, какие-то сопутствующие заболевания были. Может быть, сахарный диабет. Может, еще чем-то. Да, может, трон. Да, неизвестно, что произошло. Все вылечить невозможно. Да. Не повезло. Да, не повезло. И ему отрубили голову. И вот с этого момента просто Иван Третий потерялся. И прямо пишут многие летописцы и особенно западные летописцы, приезжавшие послы всякие в это время, что ходил он потерянный. Такие два момента описывают. Когда в 1480 году Ахмед пришел под Москву, хан Ахмед. И... На Угру. На Угру. Ну, он хотел сжечь Москву и грабить Москву. Ему жил речку, что ли. Он не дошел до Москвы, но он и шел грабить Москву. Иван был в страшном... Описание его пишет, что он был в жутком страхе. Говорил, что зелье великое, великое зло пришло на Москву. Софью отправил на Белое озеро и сказал, если хан захватит Москву, бежать ей там до Ледовитого океана, прятаться... А Иван Молодой в это время удержал его. Да, да, да. А вот именно этот и вот этот момент Иван Молодой удержал его. И вот этот момент он... Иван Третий, ну, видел в сыне поддержку. А здесь такая болезнь и смерть, и второе у него. Вернулась вот это Ахметовские страхи, да и растерянность. Он был в жутком состоянии, в депрессии. Ну, видно, человеку досталось это очень... очень-очень тяжело. И он не мог в себя прийти. Ну, естественно, тут женская любовь, забота. Софья окружила его. Как ей удалось выкрутиться подозрений в отравлении, Иоанна Иоанновича, я не знаю это точно. Я искал очень много всяких источников. Подозрения есть, но как-то вот она... Естественно, ее обвинили. Да, да. И это обвинение есть, но доказательств никаких не было. Этому отрубили голову. Может быть, рано надо было его поспрашать с пристрастием. Может быть, он бы что интересное рассказал. Ну, голову отрубили и все. А может быть, и она побыстрее дала Палачу денег, чтобы побыстрее отрубили голову. Знаете, всегда решает мелкий человек. Палач мог казнить десятого, а казнил почему-то восьмого. Должны были четвертовать. Да, да. Все. Подсунуло там какой-нибудь крест с зелеными и красными каменьями. И за этот крест можно было купить небольшой городок. Ну, и человек слаб, не выдержал этого дела. Может быть, может быть. Да, и вот смерть Иоанна Иоанновича Молодого, конечно, произвела Василий колоссальный. И в Иване произвела, и изменила уже судьбу Василия, а Ивана, конечно, привела в жесточайшее состояние. Там еще была борьба. Иван Третий, да. Там была, конечно, еще дальше борьба, но... А что с нашими церковными делами? Да, значит, что, к чему в этот данный момент склоняется вся церковная, ну, будем говорить, верх церковного духовенства. Все группировки, поддерживавшие и Иоанна Иоанновича, и поддерживавшие его супругу в полном страхе. Потому что они поняли, что Софья ничего им хорошего, никакого им не сулит. Дело в том, что вся партия церковная, стоявшая за царевичем Иоанном, она хотела церковной секуляризации. То есть она поддерживала как древние стрегольники и прочая бедность церковную и служение ее во имя Христа. А все подкупленные Софией митрополиты, епископы и прочие, естественно, не хотели лишаться своих богатств. И их задача была сохранить церковные земли. К чему мы дальше увидим с вами важнейший, самый главный вопрос – это землевладение. Ну, первый вопрос – это ставленческие пошлины, там сколько попы платили за хератонию. А второе – это вопрос церковного землевладения. Со смертью Иоанна Иоанновича стал жесточайший вопрос церковного землевладения. Он прямо забурлил. Дело в том, что все думали о том, что вот уйдет Иван III, и там уже дальше вопрос будем рассматривать при его преемнике. Потому что вопрос очень жестко стоял. Это новгородские жидовствующие, это продолжавшееся движение стрегольников, это внутренние церковные поповские нестроения, потому что было очень много безместных священников, у которых там скончались жены и которые платили же эту ставлическую пошлу, деньги, они не имели места. Стояли на базарах и ожидали, когда дворяне в воскресные дни бояре приглашали их себе в свои домовые храмы послужить литургией. Была такая вещь, попы стояли на базаре, как бригадами, как вот узбеки сейчас стоят. И приходили, выбирали попа которого там покрасивее, да голос получше. И он служил литургию в домовом храме у какого-нибудь зажиточного, домовые храмы практически были везде. И вот эта паника такая внутри церковная и внутри государственная в этот момент очень сильно обостряется. Ну, что произошло? Значит, настал один из конец династической борьбы, пришел конец династической борьбе. Оно еще долго, ну не один день продолжалось, два года еще продолжалось это. Но в 1492 году резко и неожиданно Иван Третий запрещает поминать эту Елену Волшанскую. Можно я все-таки сориентируюсь? Немножко по годам. Потому что там произошло такое. Ладно, пройдем пока боком вот эту кересь жидовствующих там Иосифа Володского и Невосовского. Не-не, мы еще вернем. Это 1503 год. Будем к этому стремиться. Оно уже все начиналось. То есть это все такое. После смерти Ивана Молодого там была такая интрига. Софья вместе с Василием, который был уже такой парень, ну по-моему лет 17 он был уже. Ну да. Ну, нет не 17, ну короче отрок уже был, да. Они были Иваном заподозрены в интриге против себя, в государственные изменения. И он их ссылает сначала. Дмитрий это получается сын Иоанна. Василий, Василий. Софья и Василий. Софью и Василия сначала Иван ссылает. А, нет, это да. И официально назначает Дмитрия, сына Елены Волошанской. Нет, ну это естественно. Мы говорили об этом. Это вот о чем мы говорили. Это все произошло после того, когда бежала в Литву племянница ее с этим украшением. И он и Василия, и после всей вот этой замятни он Василия вместе с Софьей Палеолов ссылает там под монастырское начало. Да, да, да. И они уходят в ссылку. И несколько лет Елена Волошанская. Вся эта партия управляет. Которая причем поражена вся ересью жидосту. Все жидосту. Причем все в Кремле. Ну, карловский вариант, да. Причем сам министр иностранных дел, этот самый дьяк, знаменитый дьяк, Господи, ну скажу потом. Все его брат и там какой-то игумены монастырей. И там многие, кто были. И все эти входили в партию Елены Волошанки и ее сына Василия. Значит, они побеждают и несколько лет вот находятся у власти. Патрикеевы, по-моему, там боялись. А, да, точно. Вот этот самый, откуда пошло хитрое, как Патрикеевна. Это и был этот самый дьяк-то Василий, по-моему, дьяк-то. Ну, может быть. Который выступал потом. И дальше потом с Нилансовским. Патрикеевы это боярская фамилия. Ну, я понял. Ну, это виндовище. Многие из них были потом духовными деятелями. И причем при Василии. Лиса Патрикеевна. Не зря туда пошли. Может быть, может быть. Но, вот в результате, опять же, раскрытия этой ереси жидостующих осуждений на соборе Иосифом Воловским и Геннадием Гонзовым и всеми этими вот… Проблема еще была в другом. Дело в том, что они после обвинений в ереси жидостующих, эта партия рушится. Многих из них казнят. И Софью Палялок с Василием возвращают… Это церковное мнение. Это церковное мнение. На самом деле… Ну, какие церковные историки? На самом деле, если мы посмотрим на это более трезвым таким научным светским взглядом, да, я согласен, несомненно, присутствовала ересь жидостующих. Но откуда она взялась? Что это такое? Почему вдруг оно так легко возникло и все… Согласен, согласен. Да, это не просто… Это было внутреннее церковное реформаторское движение, которое просто нашло вот такие вот глупые способы для своего реформирования. А идея была секуляризация церковных земель. Опять же, все крутится только… Согласен поддерживал из-за этого, потому что церковные земли… Да, они вложили… Никому не давали поток. Да, они вложили это Ивану Третьему в голову. Идею о секуляризации церковных земель. И Иван нашел очень интересный подход. Он предложил компенсировать и забрать все эти земли у монастырей, но платить им каждый год из казны столько, сколько эти земли приносили. То есть, предложил государственное обеспечение взамен вот этого крепостнического землевладельческого состояния. Напомним, что уже в это время была так называемая, ну, как бы, легкая форма крепостного права. Крестьяне могли раз в год, тот самый Юрий в день, могли открепиться от земли и перейти на другое какое-то место, куда им хотелось. Феодальный строй такой вот требований такие предъявлял, что землю надо было обрабатывать. И для этого людей крепили за землей. Прикрепляли. Ну, это, кстати, эти указы ввел Иван Третий. Вот это законодательство его и есть. Именно это вопрос. И почему его и волновала секуляризация церковных земель. То есть, получалось, что церковь превращалась... Это было хорошее духовное доброе побуждение. Церковь превращалась в рабовладельца. То есть, не просто, там вот как было при монголо-татарах, там дань собиралась, прочее, а рабство получалось. То есть, были закрепленные... Вот у церкви были земли. За этими землями были закрепленные люди, которые работали на господин, на церковь. То есть, такая определенная форма рабовладения. И потом вот именно то, что победили сторонники Иосифа Володского, как раз привело к тому, что церковь на протяжении до 1861 года была жесточайшим рабовладельцем. Огромнейшим, крупнейшим работорговцем и рабовладельцем на всей территории Великого начала царства, потом империи и прочее все остальное. Вот если бы победили сторонники Нила Сорского, то, скорее всего, было бы по-другому. Государство бы финансировало и содержало, но рабов бы, вот эта рабовладельческая система церковная, она бы государственная была, но церковной не было. Что же произошло? А произошло дальше, ну, погнали наши партизанов. В общем, после смерти Иоанна Яновича, естественно, Елена Волошанская попыталась своего сына закрепить, за ним прикрепить наследство. И он был объявлен, он был объявлен и царевичем, и там наследником и прочее, прочее все остальное. Было целое, ну, как сказать, ну, дед хотел видеть в своем продолжении своего внука видеть старшего сына. И если бы не вот эта вся заварушка с ересью жидовствующих и разборками в Кремле и всей вот этой церковной ересью и прочим всем вот этим духовным движением, то я думаю, скорее всего, наверное, бы, получается, Дмитрий Иоаннович, внук уже, то есть сын Иоанна молодого, он бы и был бы следующим государем. Но поднялась эта заварушка и эта ересь жидовствующих, и было казнено огромное количество людей. Тем более, что Софья очень хорошо знала эти религиозные интриги. Весь XIV век это одни ереси в Константинополе. Одна ересь сменяла другую ересь. Бесконечная череда ересей. Я даже думаю, что, скорее всего, она приложила руку к освящению этих событий. И много пострадало и праведно, и неправедно, и колопот шумок за компанией его придавили. Там еще Иосиф Волоский такой, по-моему, мне кажется, такой упырь церковный. Да, это был церковный такой упырек. Кстати, вот он и выступил, он и выступал по этому поводу. Ну и что, раз князь запрещает поминать эту Елену Волошанскую там княгиней. Синодиков всех вычеркнули этого Дмитрия Ивановича убрать. И, в общем, заточение, где было получено в 1503 году. Сначала Волшанская умерла, ну, вроде своей смертью, а его, вроде, печку затопили и удушили. Их спрятали в тюрьму, и, как умертвили. Да, значит, его умертвили таким образом. Печку затопили и закрыли трубу. И он угорел просто. Просто угорел. Дмитрий, да? Да, да. В 1509, по-моему, году. И он угорел. И вот так вот закончилось его это. Ну, естественно, в этот момент на фавор выходит Софья Палеолог, победившая во всех интригах придворных. Вот прямо Византия пришла во всей своей красоте. Со всеми отравлениями, убийствами, интригами. Все пришло на русские сжиганиями, тюрьмами. Совсем полностью пришло вот совсем торжество. Инквизиция. Инквизиция. И, значит, ну, окончательный удар. Я вот считаю, что в этот момент церковная вся политика претерпела. Смерть. И потом последний Иван Грозный там уже добил немножко в Колычеве. И на этом закончилось. Потом на 300 лет церковного кормила. Остались только одни лизоблюды и государевы люди. Филипп умер в 1473 году. Ну, давно умер Филипп. Да. Ну, там много еще есть интересных таких моментов. Давайте оставим это. Да, на следующий раз я хотел именно вот сегодняшний наш разговор посвятить вот этой стрегольническому движению, из которого вышло движение жидовствующих. Это говорит о чем? Говорит о том, что внутренне прогнила церковная структура, иерархия церковная прогнила. Во-первых, ну, сейчас давайте прямо вот несколько слов. Собор 1503 года. Это был такой серьезный церковный съезд, на котором обсуждалось несколько вопросов. Первый вопрос был о ставнических пошлинах. И собор запретил брать какие-то деньги. Почему? Потому что поняли, что из этого и стрегольники произошли, и жидовствующие именно по этой причине произошли. Из-за того, что все духовенства и епископы, по сути, были еретиками и рукополагались незаконно. Это называется симмония. И ничего себе она 400 лет существовала и никому не портило настроение. Но вот начались такие расколы и движения, поэтому упразднили ее. Потом столовый собор опять вернул назад. И опять начали брать грамоты. И второй момент. Попы были... было очень много попов, в которых умерли жены. И попы брали себе вторых жен. И вот этот вопрос начался скандал по поводу того, можно ли иметь вторую жену или нельзя. И пришли к выводу, что если хочешь служить дальше, то иди в монастырь. В монастыре служи. Ну, а если... Ну, можешь вдовы служить, но если хочешь жениться второй раз, то тогда не служи. Хотя они причащались в алтаре, носили и петрахили, получали четвертую часть от своей зарплаты, даже ничего не делая. Все равно получали четвертую часть от своей зарплаты и прочее. То есть очень так милостиво собор к этому всему отнесся. Ну и самый главный вопрос сделали очень хитро. Василий Третий в это время был одержим идеей секуляризации церковных земель. Его эта идея не оставляла. И он решил сделать как? Чтобы не вызвать церковный раскол... Иван, Иван, Иван Третий, извиняюсь, все время сегодня чего-то я целый... Хорошо, хорошо. Да, Иван Третий. Именно Иван Третий был одержим этой идеей и он сделал хитро. Он не стал на соборе поднимать этот вопрос. Он так вскользь о нем поговорили, но не вынесли никакого соборного решения. Зачем? Для того, чтобы не устроить церковный раскол. И он был прав. Он правильно все сделал. Потом, когда собор закончился, вдруг он вызвал Нила Сорского, которому задал вот этот вопрос о секуляризации церковных землях. И тогда Нил Сорский послал посла за Иосифом Володским, который уже уехал с собора. И того вернули. То есть собор закрылся и уже как бы в деяние собора это не входило. Но в любой момент, если бы пришли к соглашению, могли написать последней строчкой, что на соборе был такой вопрос поднят. Хотя он был поднят на соборе, но решение не вынесло. Но могли вписать, что вот приняли такое решение. Потому что протокол это еще подписать, переписать можно. Это же не интернет, что сейчас все все видят сразу. Иосиф уперся. Да, но произошло неожиданное. Иосиф уперся и прямо не просто уперся, а видимо, он уже был и с митрополитом в сговоре, и там дальше, и дальше, и дальше. И вот это, по сути дела, кто поддержал Иоанна Третьего? Иоанна Третьего поддержал Нил Сорский, Заволжские разные там монастыри и разных старцы, и такое местное рядовое духовенство. Ну и родственники его. Там родня его, которая тоже помышляла об этом давно. В том числе и вот будущий Василий Третий тоже там участвовал в этих событиях. Но Иосиф Володский, на его стороне стояли архиереи. Никто из архиереев не хотел отказаться от своих многомиллионных доходов от этой земли. И он поднял бунт практически. Как он это сделал? Поднялась шумиха, причем, что миха была преизрядная. И в лавру послали гонца, что вот у государя там нашего правоверного дьявол напал, вселился дьявол в него. И он хочет вот Церкви Божией причинить великий вред. А партия уже была подготовлена, и из лавры выдвинулся крестный ход. Вот как он сейчас ходит крестными ходами. Там 60 километров и вся эта шобла поперла в Москву. Да. Во главе с троицкими этими старцами, какими-то там примкнувшими к этому движению и прочее. Впрочем, многотысячная толпа. Помните, потом эти крестными ходами любил Иван Грозный ходить туда в Александрову Слободу, в Троицей Сергею Лавру. Да. И, значит, это шобла пришедшая на Москву, она произвела на Иоанна Третьего неизгладимое впечатление. Его хватанул инсульт. В общем, настолько он распереживался от этого всего, что он сдался. И когда он вышел, там он отказался от своей идеи, сказал, что ничего это не будет. Все благополучно проплаченные вот эти вот и прокрученные все разошлись. То есть, ну, на этом закончилось. А если бы это было внесено в соборное решение, могло бы быть революционные целые действия со скандалами. Но он, получается, отказался от своей идеи и тогда это, ну, движение сошло на нет. Нил Сорский потерпел сокрушительное положение и русская православная церковь попала, ну, будем говорить, в 400-летнее рабство. В жесткое 400-летнее рабство, поскольку стало просто, ну, будем говорить, министерством в государстве с, например, требованием определенного выращивания количества зерна, крестьянами и прочее, 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 прочее. Хотели что добавить? Да, конечно, немножко добавить. Я еще раз повторяю, это все из того, что за время татара-монгольского, так называемого вассалитета Руси, церковь стала богатейшим феодалом, феодалом собственников земель. И вот это как раз пошли после того, как освободились, дали хану Ахмату, значит, отворот на... Значит, кстати, тоже примечательный факт. Когда он пришел на Угру в 1480 году, то все бояре московские там советники, как один, все сказали, давайте дадим денег и пусть идет себе сбоку. А Софья в этот момент, плакавши, со слезами, она поняла, ну, что она могла требовать, ну, женский вариант политической провокации, требовала прекратить вот эти вот даннические взаимоотношения. И она, ее мнение победила? Ну, возможно, да. Ну, я к чему, я к чему, что вот как раз вот это вот начало борьбы церкви за свои вот эти вот нахапанные феодальные владения. И они вот эта вот борьба прошла, вы правильно сказали, еще несколько веков. То есть цари пытались кто-то наложить на свое, кто-то секуляризировать. Иван Грозный потом поработает на эту тему. Потом Петр, потом Екатерина там. Там опять же все эти передачи. И все равно. При Николае Втором было 2 миллиона там гектар земли. Десятин. Да, 2 миллиона десятин земли. Причем в Черноземье, самое лучшее. Это при том, что конфисковывала землю Петр, Иван Грозный, Петр, Екатерина вообще все подбирала, секуляризацию устроила. И при Николае Втором опять было уже 2 миллиона. Будем считать, что мы эту эпоху все-таки еще не закрыли? Нет, мы не закрыли ее. Мы вот именно посмотрели... Потому что там очень много интересных вещей. Я больше скажу даже. Я считаю 1503-й вот этот собор я считаю трагедией русской церковной, русской церкви по причине, что было сломлено все здравомыслящее, все здоровое, хотевшее именно духовности. Да, отцепились за земли, за богатство. Да, отцепились за деньги, за жадность. Когда государственные интересы превыше всего, это хорошо. Но когда квасной патриотизм, построенный на поповской жадности, на политических интригах, выставляется делом божьим, делом народным, делом государственным, ничем хорошим, это не закончится. Заканчивается это революциями и семнадцатым годом, как мы, может, хорошо летали. Ладно, закончим наш сегодня еретическую беседу, пока нас на костер не отправят. Нету и Осипа Володского. Найду. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok